Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Если добьем 20 подписчиков, буду вас там ждать, приветствовать вас, естественно. Особенно под комментариями. Ребят, мы продолжаем карьеру за игрока. Сегодня у нас старт 8-го уже сезона. Я принял решение покинуть PSG, потому что мы в прошлом году стали чемпионами Франции. Выиграли чемпионат, в этом году мы выиграли кубок. И все, единственный трофей наш в этом году это всего лишь кубок. Мы не выиграли чемпионат, в 2 очка отстали от Лили. Мы проиграли в финале Мадридскому Реалу Лиги Чемпионов по пенальти. Все связано с тем, что я повысил сложность. Пожалуйста, я на звезде футбола, дальше идет только легенда. Но куда выше, если так немножечко мы проиграем. Поэтому все, я завершаю на этом этапе наш... В этот момент завершаю нашу карьеру в чемпионате Франции, в PSG. Покидаем мы команду, у нас 98-й рейтинг. За сезон мы отыграли 55 матчей, 34 забитых мячей, 11 галевых передач. Вот такие статы, потому что кому-то это все-таки все равно интересно. Но как видите, сейчас нам пишут, что у нас стабильно будет 98-й рейтинг. Вероятно, у нас будет 99-й. Вот, нам, кстати, 24 года уже выросли. Все-таки 8-й год у нас, 8-й сезон. Сейчас начнется. Все, мы переходим в следующий сезон. И сейчас мы, естественно, будем покидать команду. Многие мне писали, переходи в Манчестер Юнайтед. Это было бы супер. Тыры-пыры, все такое. Но сейчас вы чуть-чуть попозже все узнаете. Вот, можем сравнить. Почему бы и нет. В Ювентусе мы вот тоже 2 года отыграли. И, как видите, голевых мы побольше в Ювентусе. Все-таки отдали мы там, становились лучшими ассистентами. Но голов больше забили за меньшее количество даже матчей. Ну, понятно, там уровень. Все-таки, мне кажется, Франция ниже даже вроде в таблице топ-5 европейских лиг. Вроде как раз она на пятом месте находится. Дальше идет Италия, Германия, потом Испания и Англия. Ну, либо Испания на первом месте. Что-то такое. Вот. Так что, интересные вот такие вот у нас статистики. Ну, это за сборную России у нас 68 матчей, 31 забитый мяч, 5 голевых передач. Все, мы переходим. Монпелье и Брест попадают в наш дивизион. Дижон и Генгам вылетают во второй французский чемпионат. Вот, второй дивизион. И все. Сейчас у нас откроется летнее трансферное окно уже какого года? Что-то я не посмотрел даже. 2027. И сейчас у нас, я так понимаю, товарищеский, да, матч со сборными. Да, поэтому мы их, естественно, с вами немножечко пропустим. Так, а вот и переговоры. Запрос о трансфере. А у нас список даже предложений, да? Ну, вот нам есть у нас предложение, да. Пассажир говорит, давайте продлевать контракт. 58 миллионов в год мне предлагают платить. Еще, ну, получается, до 2030-го еще на 3 года. Вот, ну, я, естественно, отклоню. И сейчас я выберу клуб. Вам его не покажу, пока мы дождемся вот официального ответа вот этой команды. Все, я отправил наше предложение. Ну, вот снова нам дают капитанскую повязку в ПСЖ. Нам вроде давали ее и в Зените, и в Ювентусе. Ну, я так понимаю, по истечении двух сезонов нам дают. Но мы больше двух сезонов нигде не задерживаемся. Вот, мы отыграли полгода в Химках. Полтора сезона в Локомотиве. Сезон отыграли в Зените. Два в Ювентусе и два в ПСЖ. Ну, и вот мы перешли. Нам пришло предложение. Смотрим. Все, у меня прошли переговоры с Баварией. Вот, переговоры прошли успешно. Почему именно Бавария? Я объясню. Многие сейчас будут недовольны. Почему-то не перешел туда-то, туда-то. Бавария – команда из Бундеслиги. Они сейчас так же, как и Ювентус и ПСЖ, лидеры своего чемпионата. Вот, хоть у нас и патч немного в этой именно карьере не такой, как есть там на Бундеслигу. Но, вроде как, Бавария все равно с хорошим таким там составом. Поэтому мы перейдем с вами в Баварию. Также постараемся чемпионат, кубок, Лигу чемпионов. Все в этом роде. И потом, все, мы, естественно, перейдем в чемпионат Испании, либо чемпионат Англии. Все, у нас останется две лиги в топ-5 лигах и все. А потом там можем мы либо в Китай поехать с вами, либо в Турцию, либо вообще вернуться в Россию. Там дальше будет просто, ну, для вас действительно расход мыслей, идей. Будете мне обо всем писать. Может быть, мы закончим в чемпионате России в Химках на позиции в Розаря. Почему бы и нет? У нас все позиции прокачаны. Вот, предложение от клуба Бавария, все. Список еще раз предложений. Но они нам и побольше здесь на 700 тысяч предложили в год. Поэтому все, на, получается, 4 года мы подписываем контракт с Баварией. Вот такой вот у них план игры. Нубель, Дэвис, Ньянзо, Эрнандес, Павара, Ауар, Талисо. Сколько Ауару сейчас? 29, Талисо 33, Сосиньону 27, Райди 29, Санет 31, Ливандовскому 39 уже, но он продолжает играть. Поэтому я вот такая вот замена. Зиргзи уже даже 26, Арпу сколько? Арпу 27. Поэтому тут у нас Диего Коса 39-летний, Хави Мартинс 19-летний, Юлия 32-летний. Уллерих 17-летний, Муэр 18-летний, поэтому... Ну-ка, Буатенг 21-летний, Алаба 35-летний, Кимих 32, Горецко 32, Тиаго 36, Гнабури 32, 31 Коман, Мюллер 38. Ну, в общем, классные ребята. Поэтому я принимаю. Вот. Контракт запланирован. И мы передвигаемся. Да, переход в Баварию. Сейчас тоже посмотрим, там, может быть, отберем сейчас номер у Роберта Ливандовски, потому что мы, естественно, под девятым номером же с вами играем. И вот он, замечательный переход, официальная команда. Стиль. Пишите тоже, стоит ли нам поменять стиль или нет. А то как-то мы прямо с ПСЖ. Давайте я сейчас сам, может быть, подумаю. Стиль немножечко изменить. Парим под Баварию и сделаем что-нибудь такое. Замечательно. В наш переход все сзади. Эти спонсоры официальные. Вообще замечательно. Привет, мне зовут Андрей Хорев. Я взволнован, ведь начинается новая глава в моей жизни. Большое спасибо всем болельщикам за теплый рием. Давайте творить историю вместе. Супер. Супер. Что еще я могу сказать? Новое начинание клуба Бавария-Мюнхен. Это будет хорошая игра. Что там? Так. Предпочитаемый номер у меня 34-й. До свидания, Роберт Ливандовский. Отдавай мне номер. Под каким еще 34-м? Блин, я буду сейчас вам тут играть. Так. Нам говорят, что я сегодня буду в старте. Я, естественно, пропускаю игру. 3-1 мы победили. Я не в курсе. Но 33-5 мы запомнили. 33-5 сейчас у нас у сборной России. Ну, кстати, мы сейчас тоже посмотрим. Будут же обновлены рейтинги сборных. Поэтому глянем, на каком мы там месяце сборной России. Может, уже в топ-10 влетели. Наша девятка наша. Все замечательно. Ливандовский нам ее отдал. 33-5. Но здесь мы проиграли, поэтому все. Там не сильно это что-то важное уже было. Рейтинги национальных сборных обновлены. Возглавляет Бразилия. А где Россия наша? Ну, шестое место, ребят, все равно. Мы топ-5 европейских сборных. Во-первых, Голландия, Франция, Испания, Германия, Россия. Мы даже выше бельгийцев, итальянцев. Ну, тех же португальцев, англичан. Мы выше Аргентины. Ну, что-то супер. Поэтому надо нам стараться. Когда-то что-то выиграть со сборной тоже. Так, главный тренер полностью доверяет игроку, поэтому он мне и отдал девятый номер. Может быть, стили не будем менять. Давайте я дождусь вашего там решения, почему бы и нет. Хосе Калихон. Там, кстати, еще перешел. Не знаю, молодой ли это игрок там или нет. Давайте глянем. У нас вообще вот такая расстановка. То есть тут просто убрали Ливандовского, нас сюда поставили. Вот у нас скамейки запасных. Купили Калихона. Ну, молодой, да, вот 16-летний с 75-м рейтингом. Вот такие вот дела. Играем мы сейчас против Айнтрахта. Переводим время. Матч за суперкубок сразу же. Ну, у них вот такой вот состав. У них есть Энрикс справа, который в Монако вроде сейчас играет. Нуну Мендеш. Вот Гулачи есть. Дуру Мункунку. Если так примерно по составу смотреть, у них и Бернет Лена есть там польза. Но это на Лейпциг больше похоже, мне кажется. Вот. Ну, у нас вот такой вот состав. Поэтому Айнтрахт против Баварии. Что-то форму, мне кажется, сольют. Ну, кстати, мне нравится, как нам. Вроде идет форма. Вот. Айнтрахт против Баварии. Матч за суперкубок. Германии. Поехали. Итак, Айнтрахт против Баварии. Матч за суперкубок. Германии. Мы перешли, для нас это первый матч. Мы посмотрим, как в Баварии мы в Германии поиграем. Почему бы и нет. И все, заканчивается у нас основное время. В ничью. 0-0. Есть что, снова серия пенальти? Нет, дополнительное время. Но пока что мы вроде как остаемся на поле, я надеюсь. Да. И, надеюсь, серию пенальти-то мы захватим. И, естественно, мы пропускаем. Вот такую шляпу на 107-й минуте. Айнтрахт нам забивает. Просто давайте вот сейчас повтор посмотрим. Кто не успел посмотреть с другого ракурса. Ну, вот как это можно было. Зависушка и все. В ближний угол головой. Не знаю, успеем ли мы за вторые 15 минут что-то здесь исправить. И 2-0 походу. Вот опять вот эти вот ракурсы, когда камеру переключают. Что сейчас здесь было? Забил еще и по улицам, который вышел вроде как на замену. Ну, супер. Опять же в этот угол. И уже 2-0. В дополнительное время мы пропустили два мяча. Ну, это тупо, ребят, как-то. Я не знаю, может сложность поменять. Но это ничего не реалистично. Здесь не от меня это вообще все зависело. И все. А 2-0 мы проигрываем в матче за суперкубок Германии. Вообще статистика-то равна. Вон, три удара, три в створ. У меня оценка 6-0 за матч. Но наш голкипер. Может быть сюда давайте кого-нибудь купим. Того же облака. Доноруму. Почему бы и нет. Ну, вот такой вот у нас плохой дебют получился. Так, сейчас у нас выездная игра против Баварии. Играем. Почему против-то? За Баварию. Вот. Что-то уже все в голове. Играем против Фрайбурга. На выезде. Старт. Бундеслиги для нас. Посмотрим на их состав. Что у них здесь. Их состав вообще не знаю. Честно. Даже по скамейке запасных никого-то не знаю. 68-й рейтинг у вратаря. Я надеюсь, мы должны сегодня побеждать. Фрайбург-Бавария. Поехали. Итак, Фрайбург против Баварии. Первый тур. Бундеслиги. Для нас старт. Выдался, конечно, плохой. В матче за суперкубок. Просто дебют за Баварию. Но посмотрим, какой у нас будет старт в Бундеслиге. Надеемся, получше. И вот неплохой на меня передач сейчас выдают. И отлично. Это 1-0. 21-я минута. Мой первый же удар в сегодняшнем матче. Забыл поменять, конечно, празднование. Те же из ПСЖ у нас остались. Но если вам надо что-то новенькое, без проблем поменяю. Ну вот, замечательный забег у нас получился. Первый же матч в Бундеслиге. И первый же гол. Отлично. Аккуратненько здесь. Седьмой номер на нас отдает. Хороший у нас спринт получился. Смещение. И причем правой ногой мы забиваем. Ну супер. 1-0. Еще сальтушку на выезде мы сделали. Мюллер там на нас набегал. Ну все. Хотя бы мы смогли забить в основное время. И именно мы. Так что теперь только от обороны осталось отдействовать. Отдействовать оставшиеся тут 70 минут. Заканчивается у нас матч. Первая для нас победа в Бундеслиге. Мой гол приносит еще и первые 3 очка для Баварии в этом сезоне в Бундеслиге. Это замечательно. Один всего лишь это у нас удар в створ за матч. И оценка 7,5. Супер. Мы на 6-м сейчас месте в Бундеслиге. Первый мой гол в сезоне. 161-й гол в карьере. Итак. Демата кстати был признан лучшим футболистом Европы. Ну странно на самом деле. Я сейчас даже хочу посмотреть на каком месте там я. И на каком. И в каком клубе вообще этот Демата находится. Демата находится. А меня тут даже нет. Демата в Андерлефте, Месси и Эдуард. Который в целом-таки до сих пор. Итак. Сейчас у нас второй тур в Бундеслиге. Мы снова встречаемся против Айнтрахта. Правда теперь дома и уже в рамках чемпионата. Поэтому посмотрим в любом случае. Что у них с составом. У них также он Кунку. Но мне кажется это реально РБ Лейпциг. Потому что здесь и Польсен, и Кунку. Поэтому у нас вот такой вот интересный состав сегодня на поле. Нойер на воротах. Молодой. Поэтому Бавария против Айнтрахта. Поехали. Итак. Бавария принимает Айнтрахт на домашнем стадионе. Совсем недавно Бавария проиграла в матче за суперкубок Айнтрахту. Со счетом 2-0 в дополнительное время. Потеряв все шансы на заветный трофей в начале сезона. Но посмотрим как будет сегодня в рамках чемпионата. Итак. Нас заменили. На 85-й минуте вместо нас вышел Роберт Ливандовский. Который кстати теперь играет под нашим вот этим 34-м номером. Ну что ж. Досматриваем уже матч. И мы пропускаем. На 96-й минуте Польсен забивает снова нам. Просто вот 91 минуту мы должны были отыграть. 91. Доиграли почему 96. Естественно мы проигрываем. Что за Айнтрахт такая команда которая нас выносит на последних именно минутах. У меня оценка 4-0 вообще за матч. Это самое худшее вроде да. Я вообще ничего такого-то там не сделал. Я бил по воротам даже. Итак. После второго тура мы смещаемся на восьмую строчку. Итак. Ливерпуль покупает Мореза из Манчестер Сити. Поражение здесь про наши все говорят. Ну и сейчас у нас там вроде матчи со сборными будут. Итак. Сейчас у нас игра за сборную России против сборной Бельгии. У нас 33 плюс 5. Я запомнил по расписанию играний. Это просто товарищеская игра. Просто товарищеская игра. 33 плюс 5. Мы проиграли бельгийцам. Вот. Сейчас играем против португальцам. Итак. Игра против сборной Португалии. 33 плюс 5. Я вам напоминаю. Мы сыграли в ничью. И я забил единственный гол в сборной России в этом матче. Мы кстати с вами друзья играем в Лиге Европы. Что-то я как-то проглядел этот момент. Но мы будем играть за Баварию в Лиге Европы. Лигу Европы я играл с этим. С Локомотивом. Вот. И у нас игра против АЕКа. Первый тур сейчас будет. Как я так вообще проморгал? Ну Лигу Европы я еще ни разу не выиграл. Поэтому за Баварию это как раз хороший шанс. Истанбул и Динамо Киев. Такие интересные команды. Вот. Ну что же. Стартуем мы в матче Лиги Европы против АЕКа. Странно конечно что я что-то как-то это проглядел этот момент. Но не суть. Все равно турнир это интересный. Не каждый же год. Но мы вообще два года не выигрывали Лигу Чемпионов. Поэтому почему бы не выиграть Лигу Европы вместе с Баварией. Поехали. Итак. АЕК против Баварии. Замечательный стадион. Болельщики заряжены по полной. И мы тоже. Поехали. И мы пропускаем. Вот снова вы посмотрите. 97 минута. Какую-то шляпу нам заковыряли. Санна здесь просто накрутился. Все. Здесь защитников вообще нет. Еще и пяткой. Нас естественно еще и меняет Зиркзи. Вообще не понимаю зачем. Если сейчас свисток финальный будет. Все. Минимальное поражение от АЕКа на выезде в Лиге Европы. Мы вообще занимаем четвертую строчку в группе. Потому что Динамо, Киев и Истанбул сыграли в ничью. Сейчас у нас игра против Армении. Играем мы на выезде. Но это практически Барусия какая-то здесь. Миралист есть. Джан, Делэйни, Санчо, Зарата, Бранд. Холланд на скамейке. Магомед Шапи, Сулейманов даже. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Поехали. Итак. Армения против Баварии. Важный для нас уж точно матч. Потому что мы две последние игры проиграли. Проиграли Айнтрахту и проиграли АЕКу в Лиге Европы даже. Поэтому надо возвращать доверие болельщиков. И возвращаться в боевую форму. И мы пропускаем. Опять какая-то шляпа вот просто залетает. Смотрим с этого ракурса. Подача. Свой же срезает в перекладину. Замечательно. И отлично. 1-1. Мы забиваем Армении Белфилд. Наш второй гол в Бундеслиге. И супер. Здесь хорошо попытались. Зацепили где-то за мяч. Санны. Вот так, что вот здесь вот без офсайда мы отыграли. Прям аккуратно нас отдали. И мы продавили. Там вроде Диего Лопес стоит на воротах. И Ливандовского выпускают на позицию оттянутого форварда. Неплохой прострел на Ливандовского. И это гол. Голевая передача. Вышел Роберт Ливандовский. И забил. Неплохо. 74-я минута. Мы сделали небольшой камбэк. Ну супер. Голевая передача на Роберта Ливандовского. И супер. Наша выездная победа над Арменией Белфилд. Даже с тем фактом, что мы пропустили первыми. Мы смогли победить. Гол плюс пас у меня за этот матч. Просто вообще замечательно. У меня оценка 7,5 за матч. После этой победы мы поднялись на седьмую строчку. У нас второй гол в сезоне. Первая голевая передача в сезоне. 162-й гол в карьере. И 84-я голевая передача в карьере. Итак, сейчас у нас очень важный матч. Др-классико. Играем мы дома против Баруси. Которая ни одного матча, кстати, не победила. Три поражения у них к ряду. Вот. Сейчас посмотрим, что у них вообще там за состав. Ну понятно. Да, здесь Бюрки только. Молодой, наверное, тоже. Пищик. Вульф. Из того вот состава Дортмундской Баруси. Так что это вообще не Дортмундская Баруси. Но в любом случае матч будет интересный. Поехали. Ну что же, Бавария против Баруси. Поехали. И все, заканчивается у нас матч. Нулевая ничья. Мы расходимся миром. И для Баруси Дортмунд это как раз вот первые очки в этом сезоне в Бундеслиге. После этой ничьей мы снова опускаемся на восьмую строчку. Сейчас у нас игра против Майнца. Майнца идет, кстати, выше нас. У них 9 очков. Поэтому, наверное, там реально боевая команда. Посмотрим на их состав. У них играет Чонг из Манчестера Юнайтеда. Все. Павленку вижу вообще в резерве. Поэтому вот такие интересные игроки. Надеюсь, сегодня у нас получится победить. Бавария против Майнца. Поехали. Итак, Бавария снова на домашнем стадионе. Приветствует новых соперников. Майнц. Приехал сегодня в Мюнхен. И посмотрим, кто одержит сегодня победу. Итак, арбитры здесь всякие разглогольства. Что это пенальти будет сейчас или штрафной? Ну, кстати, да, мы в зоне были уже, значит, это пенальти. Надеюсь, я сейчас буду пробивать. Да. Я буду пробивать пенальти. Ну что? Давайте. В правый угол вообще ни разу не бил. Надеюсь, сейчас не отобьет. Отлично. Развели. Не забиваем. Супер. 1-0. Уже какой-то третий гол наш в Бундеслиге. Я постараюсь стать лучшим бомбардиром. И отлично. Это как-то в противоход мне мяч еще и попал. Просто неожиданно. И все супер. И все. Уверенная домашняя победа. Мы забили даже дубль. Ворота. Майнца. 7-5 у меня оценка. Поднимаемся мы на шестую строчку. У нас триалечка отставания до первого места. Четыре гола мы уже забили в этом сезоне. 164-й гол в карьере. Ну что же, сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Мы играем дома против Истанбула Башк Шахира в Лиге Европы. Вот такой вот у них состав. У них Виска. Нам всем известный. Правда слева теперь играет Дэмбаба походу. Вот. Азар какой-то на воротах у них есть. Есть Урунов, кстати, из Спартака. Мартин Шкртел. Ну и все вроде таких и больше там игроков не знаю. Поэтому домашняя игра. Влидеть Европы. Бавария против Истанбула. Поехали. Итак, Бавария против Истанбула. Альянс Арена. Лига Европы. Трудно, конечно, осознавать, что мы перешли за новыми наградами там для себя. И попали в команду, которая участвует в Лиге Европы. И отлично. 1-0. Предголевая наша передача. И все. Нас заменили. Вместо нас вышел Ливан... Нет, не Ливандовцы. Кстати, интересно. Арб вместо нас вышел. И все. Заканчивается у нас матч. Минимальная победа в Лиге Европы над Истанбулом. А забил Лерой Санне. Ну, были и у нас моменты. Оценка у нас, кстати, неплохая. 7-0. Значит, мы били поворотом. И Динамо Киев проиграли АЕКу. То есть АЕК прям тут реально фаворит какой-то. Две победы уже. Ну, а мы на второй строчке. Пока что все замечательно. И все, друзья. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Неплохо так вливаемся. Пытаемся влиться в Баварию. Забиваем в Бундеслиге. Вот так вот получилось, что еще и в Лиге Европы играем. Вон, кстати, у Баруси Винхенглада форма Севильи. Вообще замечательный патч. Надо было, наверное, проверять еще в сентябре. Ну, в общем, такие вот у нас дела. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жидану Стричь, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok